Чтобы записать свой подкаст или провести стрим, вовсе не обязательно покупать дорогущую аппаратуру со сложной настройкой. Всем привет! Сегодня поговорим, наверное, об одном из лучших USB микрофонов в бюджетном сегменте – Maona DM30. Это отличный конденсаторный микрофон начального уровня с очень достойными характеристиками. Микрофон упакован в вытянутую коробку в черно-желтой цветовой гамме. Сверху стикер с QR-кодом для проверки оригинальности аппарата. На лицевой стороне – изображение микрофона. По бокам и сзади – краткое описание возможностей, особенностей, а также набора доступных цветов. Помимо черной расцветки, DM30 выпускается в белом, фиолетовом и розовом цвете. В комплекте сам микрофон в уже собранном виде. Кабель для подключения Type-C с переходником на классический USB. И достаточно подробная инструкция. Помимо бочонка микрофона, в комплекте сборная стойка из тяжелого основания с резиновыми накладками снизу и изогнутой опоры, на которой установлено крепление, реализованное в виде одного винта. Со стороны основания на опоре нарезана внутренняя резьба диаметра 5х8 дюйма, а чуть глубже диаметра 3х8, чтобы можно было крепить ее не только на штатной стойке, но и другим стойкам или штативам. Размеры микрофона вы увидите сейчас на экране, а вес его 730 грамм. Все элементы выполнены из металла. Пластиковые тут только круглые панели на верхнем и нижних торцах. Внутри микрофона установлена минимальная ветрозащита. Верхняя часть перфорированная. Посередине кольцо с логотипом Maona. Сразу под ним универсальная ручка управления без физического ограничения диапазона вращения. Это, кстати, мне показалось крайне неудобным. Посередине диапазона регулировки он мигает один раз. В крайних значениях светодиод мигает два раза. Можно крутить и дальше, но эффекта никакого не будет. По умолчанию его вращение меняет чувствительность. Если же регулятор зажать на пару секунд, то появится второй огонек. И теперь им можно подстраивать громкость сигнала в наушниках. Обычное же разовое нажатие временно отключает микрофон. В закругленной нижней части проделаны прорези, под которыми установлена подсветка. Сама подсветка довольно-таки яркая, но благо ее можно отключить. Или наоборот, включить для создания атмосферы в кадре. Кнопка управления этой подсветкой расположилась на нижнем торце. Вместе с портом USB-C и разъемом для наушников. Для чуть более продвинутого управления данным микрофоном существует программное обеспечение Maona Lean. Рабочее окно разделено пополам на две части – Standard и Advanced. Частично они дублируют друг друга. Активной может быть только одна половина. В стандартной части можно отслеживать обозначение уровня входного сигнала, регулировать усиление микрофона и громкость наушников, отключать микрофон и мониторинг микрофона. Выбирать тембр, глубокий, естественный или яркий, а также управлять подсветкой. Причем не только выбирать цвет, но и устанавливать яркость, которую невозможно поменять с помощью кнопок на микрофоне. Продвинутая часть позволяет устанавливать такие же настройки в плане усиления и громкости. Выбрать частотную характеристику, плоское звучание, фильтр верхних частот для подавления низкочастотного шума, усиление присутствия, реализованное в виде подкручивания средних частот, которое может вытянуть голос в шумной обстановке, а также сочетание двух последних вариантов. Также доступны характерные для профессиональной обработки функции, компрессии и ограничителя. По поводу направленности у нас тут классическая кардиода. Говорить надо непосредственно в микрофон. Все, что за микрофоном, активно подавляется. По качеству у меня никаких вопросов нет. Пишет хорошо и чисто. Главное настроить чувствительность. Ну а как микрофон записывает, вы можете ознакомиться прямо сейчас, без музыкальной подложки и на стандартных настройках, будучи подключенным к айфону через вот такой переходник. Ссылочку на него я, кстати, также оставлю в описании. Более того, весь ролик был озвучен именно на этот микрофон. Я не профессиональный звукарь или стример, но звук мне нравится и без каких-либо доп. обработок или настроек. Аккордиоидные диаграммы направленности обеспечивают отличную фильтрацию посторонних шумов. Микрофон прекрасно подходит для посиделок в дискорде и может быть использован начинающими стримерами или для подкастов. Благодаря яркой подсветке и разнообразию расцветок микрофон может не только вписаться в любую обстановку, но и здорово ее украсть. Ссылки где брал, как всегда, оставлю в описании. А промокоды и купоны, чтобы покупка вышла вам еще дешевле, вы можете узнать в телеграм-канале, ссылочка на который также будет в описании. Продолжение следует...